Кто имеет хотя бы маломальские проблемы со зрением, слышал про Уфимский глазной центр имени Молдашева и про самого Эрнста Ревгатовича, как про человека с большой буквы, гения мировой офтальмологии советского и российского пластического хирурга-офтальмолога высшей категории, заслуженного врача Российской Федерации и создателя биоматериала Аллаплант, а также писателя и путешественника. Со всей России и со всего мира, охват более 90 стран, на доброе имя Молдашева приезжают пациенты в центр за последней надеждой на выздоровление. Но, к сожалению, в последние годы в центре происходит много непонятных и необъяснимых вещей. Дорогие друзья, рад вас приветствовать на своем канале. Итак, мы в Уфе находимся и приехали к Эрнсту Ревгатовичу Молдашеву. Кто-то этого человека называет чудаком, кто-то называет гением. Но сегодня нам и это с вами тоже придется выяснять. Итак, сниму все в своей собственной манере. Везде посмотрим, увидим все своими глазами и будем подсвечивать проблему. Итак, дорогие друзья, здравствуйте еще раз. Давайте начинать. Итак, начнем, наверное, скорее всего с того, что сюда, в этот центр глазной хирургии, меня позвали пациенты. Те люди, которые проезжают уже сюда не один год, и они считают это центром, хотя и создатель центра говорит об этом, что это центр последней надежды. То есть, многие клиники отказали, сказали, поставили диагноз, что видеть вы не будете. И когда люди приезжают сюда, они начинают видеть. Это самое такое основное. Меня позвали обычные люди. Эрнст Ревгатович, он меня принял, мы с ним говорили, он даже подарил мне книжку. Вот эта книга, пропавшая золото Ливаневскому. И Эрнст Ревгатович даже подписал ее мне. И дело в том, что действия этой книги происходят как раз рядом с поселком Сангар, где живет сейчас наш любимый Тимофей. И где я был буквально недели назад. А вот свежая фотография с памятной табличкой, которая уже вросла в дерево. Эрнст Ревгатович был сильно удивлен. Но я думаю, что случайности не случайны, дорогие друзья. Итак, сам центр. Его здание. Оно очень необычное и снаружи, и внутри. Интуитивно передвигаться по коридорам очень просто. Кругом приглушен свет для того, чтобы он не беспокоил пациентов после операции. Ну, просто для того, чтобы не болели глаза. Везде очень мягкая и комфортная мебель. Любое даже многочасовое ожидание пролетит незаметно. И так как ее везде действительно очень много, возле каждого кабинета, в коридорах, на входе, прям везде. Нет какого-то такого ощущения, как витает в каждой больнице, чувство стресса. Его тут просто нет. Архитектура, убранство коридоров и их оформление – это тема для отдельного разговора. Все сделано со вкусом, изюминкой и продумано, ну, прям до мелочей. Особое место тут занимают картины, нарисованные самим создателем центра. Они вроде как односложные, простые, незатейливые. И их тоже, ну, прям очень много. Но, как выяснилось, они написаны хирургом именно для его же пациентов. Человек со слабым зрением видит контур, линии, цвет. И помимо того, что он просто физически может разглядеть очертания, он еще и тренирует свое зрение, реабилитируется после операции. Ну, и во многих случаях именно по этим картинам учится видеть. Да, вот тут есть и такое. Ну, и немаловажно, конечно, в картинах есть и очень интересный контекст. Возможно, это даже тайный смысл. Конечно, для каждого он свой, но я так думаю, что я лично его уловил. И в целом, все здание производит очень положительный эффект. Скажу больше. Существовал специальный отдел дизайна, который и занимался оформлением. Почему в прошлом времени, почему существовал, до этого мы дойдем немножко позже. К счастью, многим слабовидящим людям, которые приезжают сюда, за последней надеждой на операции и осмотры, пока не увидят другой картины. Центр Молдашева потихонечку рассыпается. Многие картины сняты, многие коридоры и проходы закрыты и завалены оборудованием. Мест в центре нет, но на поверку все же есть. Без всякой на то причины разобрана, разбита и разрушена уникальная операционная, более 600 квадратных метров. В хирургическом исчислении это более 10 хирургических столов. Этой операционной, как и центру, в целом, наверное, нет аналогов в мире. Но приходится ютиться в очень маленькой операционной, буквально на три стола. И таких странностей тут просто вал. Это видят глаза поводырей, они бьют тревогу, сами пациенты бьют тревогу. Несмотря на то, что в центр Молдашева со всего мира едут толпы иностранцев, я лично видел сирийцев, индийцев, я видел поляков и арабов с Эмиратов. Центр зарабатывает в день миллионы рублей, но на ремонт денег нет. Сюда едут не просто поляки, а в большом количестве поляки с детьми еще плюс болгары. Болгары, приезжают поляки, которые вроде бы, ну, не противники уж, но явно поддерживают не нас, а в другую сторону. Сюда в Уфу. Да, с детьми приезжают. В этот центр. Именно, не один-два, а 40 человек за раз приезжают. 40 поляки за раз. И не только арабы? Нет, не только. И не только сирийцы? Здесь не едет. Не только арабы. Здесь и Африка, здесь и Европа. Индийцев я видел. Индийцев. Здорово, ребята. Вы откуда? Индия. Вы от Индии? Индия. Да, все верно, верно. Плюс у него была травма в 2017 году. Да, это он еще в глазах, контактах, очки. Какая-то травма? Рак. Африка. Травма головы. В отчётких� 15 лет, после 4-0 часа. Сesarзова. Он стал стоять на его область. souths degree, он не стал только работой. Это... Все, как стильнаяScראל Public 한�porter. Ра peaks. Охаши. это где вы были или где в операции проводили не до этого сейчас жак я пошел в операционную вот такие вот вот такие вот это я вам просто наглядно показал что работа в центре кипит делается по 19 операций в день и не только иностранцам про них отдельный разговор любой человек любой россиянин может получить направление сюда в центр и прооперироваться бесплатно этот центр государственный я лаплант это изобретение мулдашева конечно но он отдал его государству его можно тут купить официально все крутится этот весь центр на изобретение мулдашева самого создателя вот этого центра изобретение аллопланта это очень такая интересная штука это флакон вязкой воды в таком виде порошкообразным он разводится и вводится там они разные просто для лечения глаз для обкалывания разводится физраствором вводится за глаз или обкалываются точки и это в принципе 300 рублей грубо говоря ну да вот если уж там не брать а по в аптеке стоит флакон 67 зависимости от 6-7 тысяч рублей тут у нас в аптеке иностранцам по 200 ну это уже с операцией за все вот они платят сколько за флакон конкретно вообще можно было бы и за 2 миллиона и люди бы кололи бы в аптеках аллоплант продают тоже не продают только здесь а мне кто-то сказал что и в аптеках тоже опять же отдельный разговор я буду наверное говорить об этом много раз здесь история тут очень сложная и запутанная деньги тут немалые крутятся вот допустим на этой скрытой съемки аллоплант заменили на обычный физраствор и по задумке преступницы она должна была в колоть пациенту просто плацебо но почему начался этот бардак проблема этого центра началась с того что владимир владимирович издал закон о возрастном цензии профессоров которые в принципе управляют такими заведениями и когда эрнста ревгатовича сместили с поста руководителя этого центра центр раскололся на две части это произошло очень конечно говоря необычно и странно возможно потому что он поставил своего лучшего ученика и потом с этим учеником начались суды я хочу вас спросить почему такие скандалы что что происходит вообще вот вот что да не пол не полноценное лечение пациентом это раз откуда откуда вы знаете что полноценное что не полноценный потому что он и который должен быть по программе история у нас между каждого пациента своя история где указано что в операционный делали какой лаплан который какой уколом счету дам в отделе после того когда мы историю брали на руки тот укол бентомицин это антибиотик его вообще не выводили его не делают никому потому что пациент это чувствует потому что когда нам даже объясняет профессор должно быть два укола в глаз делают только один они сала план там с биоматериалом антибиотик в одном шприце колоть не могут обязательно должно быть два укола если вы хотите во-первых оперативное лечение мы приехали сюда лечиться получить полное лечение так как мы введем алла план значит нам делают операцию да там вводят нам в операционный алла план потом дальше у нас идет уколы уколы капли поддерживающие то структуру что после операции операционный период так подождите тогда в этом в этом лекарства нет вообще так в этом всем тогда виноват молдашев это же его клиника и в рисунке сейчас во первых директор ари буркина который отвечает за медицинское обслуживание вот этого центра повторюсь центр зарабатывает дикие деньги но я этому сам лично был свидетелем к сожалению не зафиксировал потому что оказался в шоке нет не в шоке в полном ахере человека везли с перемотанными глазами на каталке скорее всего после операции в общем лифте и я там был с улицы и кто-то там еще чихнул на тот момент я понял что это просто капец и лично для меня путешествие до того этажа на который я там ехал было просто вечностью если бы я был на той каталке фиг его знает как бы я себя чувствовал в тот момент до некоторого времени таких людей возили через отделение педиатрии какого-то черта переехавшего из какой-то там больницы детки с ветрянкой и коклюшем и пациенты на каталках только что прооперированы на глаза как-то даже у меня у дилетанта в этих вопросах в голове вообще ничего не укладывается но может вы меня поправить и может это так и должно быть а другой пациент ждет практически 40 минут пока на отвезет пока на палату выгрузить человек пока че пока назад вернется в термологическое отделение номер один написано вот здесь была табличка было написано что это педиатрическое отделение понятно и это все педиатрическое отделение было через которое ходили люди с глазами для детей получается по этому коридору проходили люди с воспаленными глазами после операции у меня глаукома и мне необходимо исследование компьютерной перетре зрения то есть смотрят поля зрения на протяжении двух лет я не могу пройти эту диагностику поскольку аппарат в этом кабинете сломан сломан и его не ремонтируют другой не покупают слушай вот эти синяки фингалы это от операции сейчас после операции пост операционный период такой дима слушай как твое заболевание называется она редкая редкая очень редкая и ты один из тех кто успел да ну успел так скажем вовремя приехать чтобы мне помогли и ты точно думаешь что это лаплант домок да я сто процентов сюда было зрение на левом глазу 03 на правом 08 сейчас на правом глазу у меня единица то есть сто процентов зрения а на левом глазу у меня 07 с коррекцией 09 а ты знаком с теми людьми которые с гератоконусом не успели да очень много а что тебе говорили в других клиниках ждать ждать пока ну вот хуже станет придешь тогда сделаем либо пересадку роговицы нужно ждать пока ослепну я ждать не стал и поехал сюда загадывать желание здесь прям валер слушай как у тебя заболевание называется у меня вообще отслойка сетчатки отслойка сетчатки что сказали в других клиниках других клиниках просто прооперировали и во время к вида это все дело закрылось и давление давануло и сетчатка лопнула заново новосибирск отказался делать после барнаула так вот вы позвонили сюда нам сказали приезжать это единственная клиника которая от меня не отказалась вот мы сейчас ждем большой операционную операция очень сложно и только здесь она сейчас как ремонтируется нам сказали уже столько лет и никак не идет это сама но но тебе уже здесь делали праздник делаются с рсб не окружая яблоко очень большое него маленько уменьшает чтоб давление не сдавило на глаз и чтоб это как бы подготовить глаз операции а после вот этого вот этих процедур что-то видеть стал или как я ауру во первых по телу мне только сделали даже еще не делали на эту операцию на глаз у меня сразу невидящий глаз начал различать цвета и фигуры и пальцы я мог считать и все на свете а чтоб сделать большой операцию нужно поставить ткани в план на эту дырочку то есть залатать сетчатку чтобы глаз начал видеть и достать зрительный нерв вот так ты считаешь что это чудо это чудо конечно нигде такого в мире и делается только здесь рассказывай какая у тебя какое у тебя заболевание заболевание у меня увидит это заболевание на данный момент распространенное но и но она нигде не лечится ни в одной клинике россии и не был ты был во многих клиниках да и в москве и в питере везде но нигде не брались а во всероссийском центре имени молдашева да за меня взялись мне помогли что получилось после аллопланта допустим ну я вот я в принципе в этом деле не разбираюсь но когда тебе сделали операцию с аллоплантом что получилось после аллопланта у меня стали улучшения появился свет движение очертания то есть все таки он помогает мне стало лучше намного потому что где я был везде закачивает силикон а здесь работа по другой технологии аллоплант вот так значит это для тебя действительно центр последней надежды да я не я не ожидал что здесь вообще такие сильные специалисты операция даже табличка отсюда снята это операционная красивая крутая большая очень большая на практически больше 500 даже больше вот в конце этого коридора здесь администрация молдашева кабинет да по вот этому коридору и сюда вот сюда здесь идутся ремонтная работа и посторонним вход воспрещен они сейчас не ведутся вообще потому что их закончили как разбили так никто объяснить не может внятным языком из администрации почему она в таком состоянии вот сейчас никто не может кроме ректора павлова а ректор павлов говорит а ректор павлов никому ничего не говорит он когда это все разбивал я не знаю он просто выкладывал все в сми что якобы будет вообще там единственный мир такая операционная она будет уже готова в сентябре это в итоге в итоге она сейчас вот в этом вот за старшим состоянии даже разрушены кабинеты анестезиологов которые вот здесь вот висели движется зерком еще коридор проходить хотя никаких предпосылок к этому нет уже в этом году на закупку оборудования планируют потратить около миллиарда рублей подобное гибридная роботическая операционная появится в сентябре и у офтальмологов и наши ведущие офтальмологи профессор молдашев уже не только будет оперировать но сразу это операционно будет интегрировано и в научные исследования и сразу можно будет на базе наших достижений на базе опыта наших ведущих профессоров учить студентов башкирская офтальмология уже сегодня одна из самых перед еще что-то ничего не видно вообще мне кажется даже ничего не делаю да ничего даже не делают то что сняли плитки облицовку всю сняли да то что ремонт даже вообще не ведется никакого начинается оперблок это какой вот это вот здесь было это все на эти какие они даже мусор то не вывезли до нисколько уже тут много вывезли так а там сколько вываляется так а там даже в разобранном виде масштаб операционный колоссален он огромен а сейчас вы увидите операционную вот она снята пациентом в которой сейчас оперирует молдашев самая настоящая коморка малюсенькая также тут был специальный отдел психокоррекции зрения где пациентов заново учили видеть дело в том что когда человек изначально при рождении слепой и зрение начинает налаживаться или возвращаться после операции то его мозг этого просто не понимает хотя физически допустим глазной нерв ожил заработал а специалисты этого отдела занимались именно возвратом переучкой человека мозга его на зрительные ощущения так вот новое руководство этот отдел попросту разогнало как и много других отделов включая тот самый отдел дизайна здесь психокоррекции всех слепых мне об этом рассказывал они сейчас выгнали все они здесь принимают в этом доме разогнали они принимаются здесь а это было все бесплатно здесь люди всех бесплатные че здесь был пансионат здесь у кого вообще не зрячий у кого после операции надо поможешь на помощь и беспокойство вымогали деньги здесь врачи врачи здесь короче врачи когда вот эта вся перестройка здесь началась с новым руководителем кадыровым он сюда набрал свою бригаду он врачей и нашего отсюда всех потихоньку заставили уволиться так набрал свою бригаду этих врачей шакиров родионов гофаров там еще по мелочи с богом у короче сейчас отсюда приносит булатов потихоньку врачей с богом у которых очень короче обучает этот павлов так и все суда они на фоне этого раньше вообще испокон веков сюда человек если писал своими проблемами у них есть сайт человек писал свою проблему скидывал свое зрение и сразу приглашали каждого пациента сюда и море чили но сейчас они вот этим вот они сейчас всех отсеивают не дают никому лечить как мы здесь вам не поможем или лет поля и что вот эти делают врачи они стоят что также пациент приезжает они значит их встречает падежки думаю что они денег дофига они значит в операционных предлагают делать какой-то ингибитор как вот дмитрию и там еще другим остальным так втирает мозги мы вам операционный сделан такой ингибитор платить за него деньги это непосредственно не через кассу о себе в карман тот пациент соглашается они ему в операционный вкалывает тот же аллаплант и там не знаю что не понятно что бадеж там физраствором каким-то и деньги кладут себе в карман не покупает даже ингибитор в какой кассе и они каждый раз мы даже слышали вот мы я привозил еще одного друга нашего слепого из костромы и когда серега я туда отвела а вот этого парня мы пошли к этому шокирова нам рассказать что он занимается сетчатками это мы когда приехали первый раз мы здесь еще не знали у них там есть смотровой кабинет мы этого шокирова ждали не знаю нам часов шесть чтобы к нему попасть на прием и он потом пришел после операции вот в этот там где показано третьем этаже смотровая они закрылись там уже сидел радионов это потом уже как узнали наш родионов потом какой-то их ней значит ученик и плюс шокиров туда нашел дверь не было приоткрыты и мы вот столько народу толпа которые ждали значит консультацию от этого шокирова стояли и он прямо не даже не стесняясь оглашали пофамильно каждого пациента сколько с кого они возьмут себе в карман денег и мы вот это все толпа слышал мы все стояли и просто представляешь а вот женщина у нас сейчас татьяна кива который приехала она ему перевела жене на карту сто девяносто восемь тысяч он с не выманил вот так же вот кому вот этому врачу лечащему он с них за сейчас уголовное дело заведено да вот я говорю мы вместе с ней подали заявление и мы все таких средствами церкви 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 приходил в палату этот шокер вот эти все бабушки даже мужчина писал тоже заявление в ответ который видел он приходил в палату из каждой бабушки со старенькой сказал себя 10 тебя 8 себя и вот эти бабушки сидели так свою пенсию в палате считали наличкой и все ему приносили отдавали этот сам человек видел да вот такой вот бардак вы знаете я хотел бы еще сделать такое небольшое объявление все же я не услышал людей которым не помог алла пункт я не услышал таких людей я слышал только положительные отзывы и вот в принципе и положительные отзывы и наоборот отрицательные кому вдруг не помог просто я таких не видел не слышу я хотел я хотел бы чтобы вы написали здесь в комментариях своей истории только максимально здесь стоит очень большой фильтр нецензурных слов так что все максимально корректно пишите за сейчас требования которые хотят пациенты я зачитаю эти требования чтобы они хотели мне так кажется что конечно это бы хотел сам мулдашев сам хирург который создал весь этот центр убедительно просим вывести наш всероссийский центр глазной и пластической хирургии минздрава российской федерации из состава башкирского государственного медицинского университета чтобы уникальное российское направление алла плант продолжила служить людям они пришедшим на смену к власти чиновникам мы найдем силы восстановить наш центр тем более что создатель профессор мулдашев в полном расцвете сил просим назначить нового директора центра выбрав из предложенным нами кандидатур просим также учесть указания владимира владимировича путина о необходимости оберегать уникальные российские научные разработки вот такие требования выдвигают пациенты вот так даже вечером центр выглядит просто потрясающе друзья до скорых встреч увидимся будьте всегда здоровы не болейте до свидания удачи все